МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика», посвященный реализации программ оздоровления детей Ниньскоавтономного округа, проходит в эти дни в Наринмаре. Российское движение школьников стало своего рода альтернативой советской пионерии, которая была образована 19 мая 1922 года и перестала существовать в начале 90-х. В Ниньском округе участились случаи кражи велосипедов, детских колясок и самокатов. Как защитить свое имущество, расскажем сегодня. В Ниньском округе произошло первое в этом сезоне происшествие на воде. По предварительной информации, в результате инцидента пропал без вести мужчина 1984 года рождения. Тему продолжит Василий Хатанзейский. Первый в этом сезоне случай без вести пропавшего человека на воде произошел вблизи поселка Харута на востоке округа. Звонок поступил 16 мая в 17.30 от местного жителя о том, что имя было обнаружено в 135 километрах вверх по реке Хасида. Вещи, ну, спасательные жилеты. Обстоятельства инцидента расследует на месте участковый инспектор. Также проводится поисково-спасательная работа. Глава муниципального образования своими силами и силами местных жителей проводит поисково-спасательные мероприятия. Выехали на маломерных судах, тралят дно на месте аварии, человека ищут. Управление МЧС России по Ниньцкому автономному округу советует жителям региона перед каждым выходом на воду придерживаться следующего алгоритма. Первое, это, конечно, нельзя выезжать на маломерном судне в состоянии алкогольного опьянения. Второе, если маломерное судно длиной 4 метра и менее, то на судоводителях и пассажирах должен находиться обязательно жилет. Ну и четвертое, перед выходом в путешествие или на рыбалку надо обязательно осмотреть свое маломерное судно. Следует также придерживаться сроков, разрешающих навигационный период для маломерных судов в соответствии с распоряжением губернатора Ниньцкого округа. С 20 мая открывается официальная навигация для маломерных судов. Мы сегодня ходили уже вниз по Печорье до Норминосо. Река чистая, завтра пойдем до Каменки. И с 20 мая мы готовы, в принципе, уже выходить полностью на расписание. В Сырском перевозке флот у нас готов. Напомню, по распоряжению главы региона Юрия Бездудного с 15 мая разрешена навигация для маломерных судов в Канинском, Омском, Пешском, Шоинском и Тиманском сельсоветах. С 20 мая навигация откроется для Наринмара, поселка искателей Андикского, Великовисочного, Коткинского, Малоземельского, Приморско-Куйского, Пустозерского и Тельвисочного сельсоветов. А с 1 июня в поселке Амдерма, Карском, Колгуевском, Хасидахарском и Юшарском муниципалитетах. Завоз топлива в населенный пункт Заполярного района вступил в активную фазу. Первое речное судно с углем, дровами и маслами отправилось из порта города Печора в поселок Харивер. Еще одно судно с углем и дровами взяло курс на Харуту. В Архангельск отправились первые составы с углем из Кузбасса. В преддверии начала поставок топлива по малым рекам в администрации Заполярного района состоялось совещание по видеоконференц-связи с руководством компании «Вертикаль», которая выиграла тендер Севержилкомсервиса на поставку всех видов топлива в населенные пункты Заполярного района в 2021 году. В совещании приняли участие глава администрации района Надежда Михайлова, ее заместитель Олег Холодов, представители руководства Севержилкомсервиса и Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта, представитель прокуратуры Нинского автономного округа. Стороны обсудили организацию опережающего завоза топлива в Харивер, Харуту, Тошиску, Щелина и Коткино, расположенные на притоках реки Печоры, малых реках Адзьва, Колва и Сула. Эти реки имеют очень короткий навигационный период от пары недель до месяца. В этом году ледоход прошел при низких уровнях воды, поэтому следует ожидать короткий период полноводия. Гендиректор ЗАО «Вертикаль» Дмитрий Дуринин заверил участников совещания, что все объемы топлива для завоза по малым рекам находятся в портах погрузки. Представители исполнительных и надзорных органов власти акцентировали внимание подрядчика на соблюдение требований к качеству и количеству поставляемого топлива. В Ниньском округе проходит межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика». Цель мероприятия – повышение уровня компетенции медицинского персонала при реализации программ оздоровления детей Крайнего Севера. Программа форума «Здоровая дети. Здоровая Арктика» рассчитана на три дня и включает встречи родителей с врачами, мастер-классы, лекции и научно-практическую конференцию для медработников. Идея проведения форума принадлежит Алексею Каневу, руководителю Совета отцов Ниньицкого автономного округа, куратор проекта, депутат регионального парламента Наталья Кордакова. Непосредственно мы обратились к губернатору, и губернатор поддержал нашу идею. Сегодня проводится такой форум, и очень хорошо, что он получается у нас межрегиональный, потому что приехали доктора с Архангельска, доктора – это кандидаты медицинских наук. Затем очень правильное решение, что мы сегодня подключаем сельские населенные пункты. У нас подключаются Неспеша, Ума, Индика, Харута, Харивер, Кара, Караталька, Великовисочные. По окончании форума будет принята резолюция, которая будет обязательна для исполнения органами власти. От здоровья детей зависит не только их физическое состояние, но и нравственное воспитание, успехи и достижения в будущем. Каждый из нас хотел бы, чтобы наши дети были творческими, одаренными, чтобы они были крепкими физически и спортивными. Но самое главное, мы хотели бы, чтобы наши дети были здоровыми. В ходе научно-практической конференции обсудили факторы, влияющие на здоровье детей. Какие факторы существуют? Их очень много. Но первое, наверное, это холодная страна, вся Россия. Она обращена своим фасадом картики. Среднегодовые температуры холодные, они достаточно низкие. И вот холод является визитной карточкой в топе всех факторов, формирующих здоровье. Что уж говорить об арктической зоне с ее неблагоприятными климатическими условиями. Полярными днями и ночами. Нехватка кислорода и витаминов. Все эти условия влияют на состояние здоровья, безусловно. Это крайний север европейской части России. В оде 85% низкого турного округа располагается севернее полярного округа. Это обуславливает то, что здесь находится суп-арктический тип климата. Северо-восточная часть округа вообще находится в арктическом климате. Это, безусловно, низкие температуры, большой перепад температуры от минус 45 до плюс 30 лет. Часто смена воздушных масс, причина постоянной изменчивости погоды. Например, завтра обещают 27, послезавтра уже 8. Фотопериодизм, полярная ночь, полярные дни. Все это, безусловно, оказывает влияние на состояние здоровья детей, на организм, на иммунитет. По данным Департамента здравоохранения, на первом месте заболеваний среди школьников – заболевания дыхательной системы, на втором – костно-мышечной, на третьем – заболевания глаз, на четвертом – систему пищеварения. Педиатрическая служба в округе укомплектована врачами почти на 97%. Правда, среди докторов отмечают в профильном ведомстве большой процент совместительства. Получить высокотехнологичную помощь дети из округа имеют возможность в клиниках Архангельска, а также в других регионах за счет средств окружного бюджета. В рамках форума для жителей округа прошли консультации детского кардиолога, аллерголога-иммунолога, детского андокринолога и диетолога. Кроме того, специалисты из Архангельска провели для медицинских работников мастер-классы по различным направлениям. По результатам научно-практической конференции была принята резолюция, которая ляжет в основу дальнейшей деятельности органов власти и сферы здравоохранения, выздоровления юных жителей Крайнего Севера. Василий Хатандейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 242 юных жителей Ниньского округа вступили в российское движение школьников. Организация была создана в 2015 году и стала своего рода альтернативой советской пионерии, которая была образована 19 мая 1922 года и перестала существовать в начале 90-х. Со вступлением в ряды РДШ учащихся поздравил глава региона Юрий Бездудный. Трехцветные галстуки, свой гимн и клятва с обещаниями. В ряды российского движения школьников в третьей городской школе вступили 25 учеников. Этот проект даст мне высокое образование. Я буду хорошо учиться, участвовать в разных конкурсах. Ну, буду ездить за границей. Учиться хорошо давали обещания и заниматься хорошо спортом, защищать младших. На торжественном посвящении ребятам рассказали об организации и ее структуре. Ученики заинтересованно слушали о проектах и конкурсах, проходящих в рамках российского движения школьников. Четыре направления, которые есть в российском движении школьников, это личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданское. Поэтому у детей есть возможность для роста, для профессионального выбора по этим направлениям. Если кто, допустим, выбирает свое направление информационно-медийное, они пробуют себя и в режиссуре, они пробуют себя и в ведущих. Они себя пробуют, как журналисты. Поэтому это хороший такой старт для будущей профессии. Российское движение школьников было образовано пять лет назад. Его участником может стать любой школьник с 8 до 18 лет. Своеобразный обряд посвящения не случайно был приурочен к 19 мая – Дню пионерии – детской организации, которая оставила большой и важный след в жизни дедушек и бабушек нынешних школьников. В Ненинском округе в этот день вступили в школьное движение 240 учеников. Не все ребята и не все родители знают об этом движении, поэтому наша задача сейчас – как можно больше пропагандировать. Все-таки российское движение школьников ему в прошлом году исполнилось пять лет. Это прародители этого движения – пионеры были. С вступлением в ряды РДШ школьников поздравил глава региона Юрий Бездудный. Российское движение школьников тоже обвиняет лучших ребят. И те, кто сегодня уйдут отсюда с повязанными галстуками, они вполне могут гордиться тем, что они входят в такую организацию. Ребята, уверен, что вы нисколько не пожалеете о том, что вступаете в эту организацию. А те из вас, кто сидит чуть повыше и еще не вступил, обязательно подтянутся за вами. После посвящения – общее фото на память, а затем ребята вернулись к занятиям, не забывая о своем обещании хорошо учиться и заботиться о младших. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ниньском округе участились случаи кражи велосипедов, детских колясок и самокатов. Как защитить свое имущество, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. С наступлением теплой погоды открывается сезон велосипедов и самокатов. Как показывает практика, в весенние и летние периоды времени на территории округа увеличивается число краж данного вида транспорта. Чтобы не угнали, нужно загонять в квартиру. А я ничем не пользуюсь, просто оставляю подъезд на своем этаже. Простенько. Один раз воровали, но это было с первого этажа. А так, типа, да не особо, типа, велосипед такой найти легко. Ну, город еще небольшой. А так, противогонки же, их тоже сломать легко. Поэтому лучше всего в квартиру загонять. Дома я его оставляю на балконе, либо у себя в комнате. Типа, чищу, либо разбираю, чтобы он много места не занимал. Да я так же оставляю, ну, просто в подъезде. Ну, как бы, чем выше занесешь, тем меньше вероятность того, что его сопрут. Даже если его сопрут, то город маленький, сразу понятно, где он будет. Противогонка – это не проблема для тех, кому он нужен. Чаще всего кражи происходят из подъездов жилых домов, школьных и дошкольных учреждений, а также из территории, прилегающей к магазинам и учреждениям на территории региона. Хищение велосипедов, самокатов, детских колясок и другого подобного транспорта происходит большей частью открытым доступом из-за халатности владельцев. Стражи порядка рекомендуют владельцам не оставлять велосипеды, коляски, самокаты без присмотра на длительное время, как в подъездах домов, так и на улицах, около магазинов и в других общественных местах. Родителям, законным представителям необходимо проводить с детьми профилактические беседы, направленные на разъяснение правил сохранности имущества на специальное противогонное оборудование, мер безопасности при управлении детским транспортом с соблюдением правил дорожного движения, а также об ответственности за взятие чужих вещей без разрешения владельцев. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо позаботиться о месте хранения транспорта. Всегда оставляйте велосипед или самокат в доме или квартире. Никогда не пристегивайте велосипед за съемные детали. Даже без колеса или седла транспорт является неплохим трофеем для велоугонщика. Если вы часто оставляете свой байк вне жилого помещения, закажите крепеж с уникальными ключами. Лучшее из лучших. В столице Заполярья пройдет посвящение в юные инспекторы дорожного движения. О том, кто такие юидовцы и чем они занимаются, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Анастасия Носова около пяти лет состоит в юных инспекторах дорожного движения. Узнала совершенно случайно, но ни на минуту не пожалела о своем выборе. Теперь Анастасия ас в своем деле. Я проходила безопасное колесо от своей школы. Мы занимались в специальном месте, питались на велосипедах, всякие препятствия въезжали, тесты готовили, медицину тоже делали, завязывали, перевязывали друг друга. Юрий Костин не раз участвовал в безопасном колесе. Школьник уже около четырех лет посещает объединение. Меня сюда однажды записала мама. Я не умела ездить на велике, поэтому она меня сюда записала. И вот как только я сюда начала ходить, я почти сразу же научился. Объединение юных инспекторов дорожного движения было образовано еще в 2013 году в Доме детского творчества. Тогда на занятия ходило всего 12 человек. Теперь же популярность объединения возросла. На данный момент их число достигает 90 человек. Вообще в ЮИД мы принимаем всех желающих с первого класса. И те ребята, которые дисциплинированы, которые серьезно относятся к обучению, которые участвуют во всех социально значимых акциях, которые нам предлагает, например, ГИБДД, или предлагают Добрая дорога детства, газета, это ЮИДовская, или еще какие-то журналы по ПДД. Ребята принимают в них участие в этих конкурсах. Вот только тогда мы принимаем их в ЮИДовцы, то есть посвящаем в ЮИД. Отряд юных инспекторов дорожного движения – это творческое объединение школьников, которые помогают образовательным учреждениям в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся своей школы. ЮИДовцы занимаются три раза в неделю, проходят практику и теорию. Ну, это самые-самые, конечно, активные ребята, которые, во-первых, они давно ходят в ЮИД, они, вот как я уже говорила, они участвовали во многих конкурсах. Самый значимый и основной конкурс ЮИДовцев на первом этапе – это конкурс «Безопасное колесо». Он проходит в три этапа – сначала школьный, затем региональный и затем всероссийский. Вот как раз эти ребята, они участвовали каждый в свое время в этом конкурсе, и двое из них вот в этом году должны ехать на «Безопасное колесо» уже на Россию. Сегодня трех кандидатов посвятили в юных инспекторов дорожного движения. На торжественном мероприятии ребята читали клятвы. Клянемся! Вы будете активно принимать участие во всех мероприятиях, посвященных в безопасность дорожного движения и вносить свой маленький, но очень важный вклад в сокращение аварийности, травматизм и уменьшение на дорогах нашего округа. Ну а еще я очень хочу сказать большое спасибо и слова благодарности Светлану Викторовне за тот громадный объем своих жизненных сил, труда, который вы вкладываете в детей, в наших деток, в обеспечение безопасности дорожного движения. Спасибо вам большое за то, что вы с нами рядом всегда принимаете участие. Ребятам вручили знаки отличия, удостоверение и грамоту. Движение и вид в России насчитывает более двух тысяч отрядов. Наталья Дуркина, Леонид Шишлав, Вадим Стасек, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова